В сегодняшнем видео мы расскажем о том, за что Алиев должен благодарить Пашиняна, по мнению российского политолога. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что задумал азербайджанский президент. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея, признание Арцаха и событий 1915 года. Просим вас поддержать наш проект Великая Армения и его развитие. Ссылка для пожертвования будет под этим видео в описании. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров в интервью и известиям заявил, что к сожалению мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. О документе МГУБСЕ похоже забыто и складывается ощущение, что Баку и Ереван при встречах начинают все чуть ли не с чистого листа. Более того, Азербайджан не делает секрета из того, что ставка на новое руководство Армении в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта себя не оправдывает. И почему Алиев ввел игру на этом направлении, остается загадкой. В сухом остатке формальные переговоры даже по обсуждению гуманитарных вопросов воспринимаются только как альтернатива военным действиям. Ведь когда тот же Пашинян заявлял, что Нагорный Карабах это Армения, многие недоумевали, что это значит. Было ясно только то, что практическая реализация этого лозунга ведет к срыву существующего переговорного процесса, создает повод для перехода Азербайджана к силовому сценарию действий. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Но Баку и не только он предпочел считать, что Пашинян играет для внутренней аудитории. И это подтверждается последующим ходом событий. Ереван остается в прежнем переговорном формате по регулированию конфликта. Еще один тезис Пашиняна о необходимости приемлемости окончательно решения карабахской проблемы для народов Армении, Арцаха и Азербайджана имел более глубокий, но не совсем понятный смысл. Когда Алиев на Валдайском форуме в Сочи заявил, что Карабах это Азербайджан, его слова воспринимались как ответный ход Баку. Стремление не допустить переговорному процессу Степанакерт, но он тоже официально не вышел из переговоров. На этом тезисная перестрелка между Алиевым и Пашиняном могла бы завершиться, однако азербайджанский президент пошел дальше. Выступая на совете сотрудничества тюркоязычных государств, он сказал следующее. Нахичеван отделен от материнской части Азербайджана. Между ними расположен Зангизур, древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол тюркского мира. Следующая цитата из речи Алиева. «Полагаю, что пришло время нам всем перейти на следующий уровень, то есть приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего». В этой связи у меня имеются два предложения. Первое – разработать программу «Тюркское видение-2040». В ней должны найти отражение долгосрочной цели тюркоязычного общества и пути их достижения, считает эксперт Станислав Тарасов. Но почему именно сейчас Алиев стал обозначать столь широкие геополитические горизонты? Ведь просто начинать с Армении войну глупо и опасно. Выждать момент и определиться в формирующемся раскладе сил как на Ближнем Востоке, так и в Закавказье предполагает большое дипломатическое искусство и опыт, чего и Алиеву не занимать. Поэтому до определенного момента азербайджанскому президенту нужно беречь к зеницу ока Пашиняна, запутавшегося в определении геополитической идентичности. По логике, именно армянский премьер должен был бы стать самым доверительным партнером президента России Владимира Путина. Но по факту, таковым сейчас является Алиев. Так что от предстоящей встречи главы МИД Азербайджана и Армении в Братиславе ждать каких-то сенсаций не приходится. Главные события сегодня происходят не там. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.